МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные события этого дня прямо сейчас в Центре новостей. В студии Анастасия Анферова. Здравствуйте. Более ста детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье, могут отпраздновать долгожданное новоселье. На строительство домов и покупку квартир на вторичном рынке недвижимости выделено более 200 миллионов рублей. Основная часть средств поступила в регион из Федерального центра. Вопрос предоставления квартир детям-сиротам обсудили сегодня во время личного приема граждан, который провел председатель регионального правительства Олег Князев. К коллегу Князеву обратились Андрей Егоров и Александр Гурнов. Молодые люди стоят в очереди на жилье с 2013 года. Андрей Егоров 99-й в очереди. Получить жилье по закону он должен в Астрахани. В этом году в рамках программы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регион планирует приобрести 41 квартиру в областном центре. Поэтому в этом году очередь Андрея Егорову еще не подойдет. Александр Гурнов 40-й в очереди на жилье в Наримановском районе. Тут вариант, который ему сейчас предлагают, не подходит. В Астрахани квартиры детям-сиротам предоставляют как на вторичном рынке, так и в новых домах. В районах области дополнительно строят многоквартирные дома эконом-класса. На Наримановском районе пока только определяют место под строительство. До этого детям-сиротам предлагали жилье в поселке Буруны. Если мне все сейчас бросать и переезжать в ту квартиру, которую мне предлагают, то я останусь и без работы, и без денег. Ну, соответственно, не смогу платить за квартиру и без квартиры. Я думаю, что где-то уже к концу марта сформируем полностью понимание, какой у нас рынок будет до конца года с точки зрения районов приобретения, строительства. Вот то, что у Олег Анатольевич, мы тогда к этому вопросу вернемся к концу марта. Я попрошу своих коллег тогда вас проинформировать, именно что ожидает до конца года, и что вы можете на что надеяться с точки зрения решения своих жилищных вопросов. К главе регионального Кабмина обратилась и Анна Куницына. Женщинам интересовалось, когда капитально отремонтируют многоквартирный дом на Богдана Хмельницкого. Трехэтажный дом 1955 года постройки. За эти годы капремонт здания ни разу не проводили. По словам Астраханки, в доме протекает крыша, скрипят полы, а на стенах трещины. Жильцы опасаются за свою жизнь. Сейчас в доме необходимо заменить кровлю и отремонтировать фасад. Руководитель фонда капитального ремонта Александр Раров доложил, что аукцион на замену кровли и электрики уже запланирован на март. Летом в здании заменят коммуникации, водоотведение и водоснабжение. На это из общего счета регионального фонда капремонта выделят 5 миллионов рублей. При этом выяснилось, что не все жители этого дома добросовестно платят за капремонт. Государство и вот этот вот так называемый котел фонда капитального ремонта дают вот такие преференции вашему, как вы говорите, небольшому дому в 10 раз больше, чем вы собираете. Поэтому вы это, пожалуйста, тоже доведите до своих коллег, которые проживают в доме. Даже вот эта небольшая сумма, которая вам начисляется, все-таки она должна быть 100% оплачена. Сорок минут и свыше 20 вопросов в прямом эфире. Министр строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Поломардвинов отвечал на вопросы астраханцев. Онлайн-связь была организована в инстаграм-аккаунте Министерства строительства и ЖКХ, а также Центра управления регионом. Как признать жилье аварийным? Можно ли жить в аварийном доме? И когда астраханцев переселят из ветхого жилья? Об этом в репортаже Анна Рейдегеевой. Разбитые окна, двери и стены – так выглядит жилой дом по адресу улицы Космонавта Комарова, 51. Складывается впечатление, что эта двухэтажка вот-вот рухнет. Этот дом был признан аварийным еще в 2014 году. На сегодняшний день из восьми квартир люди проживают всего лишь в двух квартирах. Есть вода, газ, отапливают помещение электричеством. И уже восемь лет люди ожидают переезда в новые квартиры. Сегодня для них прозвучала главная позитивная новость. Министр строительства и ЖКХ Олег Полумардвинов в прямом эфире объявил, что семьи из этого многоквартирного дома до конца этого года будут расселены в новые квартиры. Мы проверили, и действительно этот объект стоит в перечне. Объекты, которые должны быть расселены в рамках действующей программы. То есть до конца 2022 года, мурицеполитетом города Астрахани, этот дом должен быть полностью расселен. 2700 человек из 37,5 тысяч квадратных метров ветхого жилья планируют расселить в этом году в Астраханской области. Речь идет о домах, которые получили статус аварийности до 1 января 2017 года. Переселять жители будут в дома в Приволжском районе и микрорайоне Бабаевского. Там построен 16-этажный дом. Весной этого года в доме будут проведены пусконаладочные работы. В конце лета новоселье там смогут справить 192 семьи. Мы достраиваем, мы этого, несколько муниципалитетов, достраиваем, в частности, муниципалитет города Астрахани, жилой дом в районе Бабаевского. 192 квартиры, дом, который предназначен для переселения из... Только для переселенцев. Чтобы расселить астраханцев из аварийных домов, в регионе строят жилье эконом-класса. Так, в сельских районах сформированы специальные участки. Два четырехэтажных дома возводят в Ахтубинском районе, еще четыре многоквартирных дома в селе Началого Приволжского района. Квартиры в этих домах будут предоставлены переселенцам. Олег Полумордвинов отдельно отметил, жилые помещения под ключ. Они должны быть отделаны. Ну, не ремонт, а чистовая отделка. Со всем оборудованием. То есть, грубо говоря, обручаются ключи, заходи и живи. В ряде российских регионов принято решение досрочно завершить проект. И если это удастся сделать до конца 2023 года, в области можно будет приступить к расселению аварийного жилья, получившего такой статус после 1 января 2017 года. В нашем регионе это 700 многоквартирных домов, площадь почти 250 тысяч квадратных метров. Олег Полумордвинов объяснил, как жилье могут признать аварийным. В рамках вот этого обхода, визуального осмотра, признаки аварийности, косвенные признаки аварийности, то дальше уже идется работа, либо муниципалитет заказывает сам за свой счет вот это заключение о техническом состоянии объекта, либо любой собственник, повторюсь еще раз, любой собственник может заказать это заключение. Добавим, что в домах, признанных аварийными, жить нельзя. По закону жильцы ветких домов должны быть переселены в жилые помещения у маневренного фонда, то есть квартиры для временного проживания. Для этого астраханцы должны обратиться в районную администрацию с заявлением. Жильцы двух квартир в доме на космонавта Комарова решают бюрократические вопросы и бытовые. Эту зиму они тоже испытывают перебой с отоплением. Вообще ждете расселение в доме? Ну конечно ждет. Он тоже хочет, мы тоже уже устали. На вопросы астраханцев Олег Полумордвинов отвечал в течение 40 минут. По информации Центра управления региона, в адрес министра поступило еще 20 обращений. Автор каждого получит обратную связь. Анара Едигеева, Александр Арзамасов, Игорь Нефиденко, Центр новостей. Важная дата для современной истории. Сегодня 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту дружбы к границу двух стран. И вот уже 11 лет эта дата ежегодно отмечается как День памяти солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война продлилась 9 лет и внесла жизни более 15 тысяч советских граждан, в том числе и астраханцев. 38 человек не вернулись домой с той войны, отдав свой воинский долг. В декабре 2020 года в Астрахани был открыт мемориал «Черный тюльпан». Его установили на аллее воинов-интернационалистов в микрорайоне 3-й Юго-Восток. Памятник солдату был изготовлен из дагестанского гранита и висит около тонны. Вокруг него уложен скальный камень, который был добыт в Афганистане. Все памятные встречи проходят именно здесь. Не исключением стал и сегодняшний митинг. Память погибших при исполнении интернационального долга почтили ветераны, войны, поисковики, представители общественных организаций, военнослужащие Росгвардии, руководители города и региона. 33-я годовщина вывода войск из Афганистана нам памятна, потому что более 3000 наших земляков принимали участие в этих событиях. 38 солдат и офицеров не вернулись. Вечная память. И, конечно же, это говорит о том, что мы должны помнить и чтить подвиги наших земляков. Низкий поклон матерям, отцам, братьям, сёстрам, которые не увидели своих родных и близких в своих семьях. В этом году в селе Черный Яр откроют новый сад Ясли на 60 мест. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Игоря Бабушкина в Черноярский район. На школьные учреждения строят в рамках национального проекта «Демография». Сметная стоимость работ более 62 миллионов рублей. Объект должны были сдать в прошлом году, но подрядчик не уложился в сроки. Финансирование из федерального бюджета удалось сохранить. До марта подрядная организация работает на собственные средства, которые ей компенсируют. Сейчас строители завершили возведение зданий и перешли к внутренней отделке помещений. Детский сад планируют сдать в эксплуатацию в первом полугодии этого года. Сегодня мы побывали уже на строящемся детском саду. Тоже там просрочка. Детский сад должен был быть сдан в прошлом году. Но, слава богу, мы сохранили финансирование. В марте месяце будет раскассировано. В поликлинике Знавенска теперь будет вести прием пациентов врач из Санкт-Петербурга. Специалист перевелась в наш регион по программе «Земский доктор». Врач-терапевт Снежанна Рыжик, выпускница Санкт-Петербургского медико-социального института. Вуз она окончила в прошлом году. Практику проходила на базе клинической больницы РЖД в Санкт-Петербурге. По словам молодого специалиста, при выборе региона для переезда учитывала климат, подходящий для здоровья и наличия вакансий. Под все критерии подошла Астраханская область. Сегодня специалист уже принимает первых пациентов. В областной Минздрав обратились представители общества института. Инвалидов по эндокринным заболеваниям. По их словам, наименование глюкометра в заявках не соответствует закупкам. Заявлены были глюкометры и перед заявкой собирали данные, какие глюкометры у пациента и какие нужны тест-полоски. А были закуплены тест-полоски глюкометра, которых не было вообще на территории региона. Ни пациенты, ни врачи не знают о их действии и точности их работы. С этим категорически не согласны сотрудники регионального Росздравнадзора. Не настаивают глюкометры, которые есть сейчас в наличии в регионе, соответствуют всем параметрам. Рассмотрела всю базу по всем регионам Российской Федерации. И ни одного сообщения о том, что возникли какие-то нежелательные явления при использовании данных приборов, либо данных тест-полосок, не отмечено. За круглым столом в Министерстве здравоохранения заявителям разъясняют, измерения любого глюкометра справочные. Пациент получает результат исследования, а далее он должен принять решение, что та доза, та схема сахароснижающей терапии, которую он получал до того, как провести исследование удовлетворительно, он ее продолжает. Если только эти показатели выходят за пределы целевых значений, ему надо немедленно, срочно обращаться к специалисту. В регионе, особенно в селах, действительно есть проблемы с нехваткой эндокринологов. Об этом говорят и в Министерстве. Современные приборы измерения уровня глюкозы требуют профессионального подхода даже специалистов. Конечно, мы понимаем людей, когда меняются или средства самоконтроля, или меняются инсулины. Конечно, это вызывает всегда беспокойство. Вместе с тем, в областном учреждении здравоохранения готовы оказать помощь и провести консультации даже самим медикам. Почему входные ворота Александра Мариинской областной, многопрофильной, специализированной больницы не востребованы? Мне четко сказали, что да, по промеду нет направлений, потому что там нет терапевта, там нет эндокринолога, там какие-то сложности. Но поверьте, если только они придут к нам на этаж, мы найдем им место, время и условия для того, чтобы объяснить, научить, показать и рассказать, как это делается. Представлены такие доказательные, вроде как, база была о том, что эти глюкометры не точны. Все абсолютно глюкометры, они у нас проходят соответствие, то есть соответствуют всем нормам, которые необходимы. В областном министерстве здравоохранения подобные форматы встреч с жителями ради разъяснений готовы проводить на регулярной основе. Артем Лепехин, Алексей Егупов, Центр новостей. Книга о первом астраханском губернаторе теперь доступна для читателей. «Гужевин. Время. События. Люди». Три сотни экземпляров пополнили фонд библиотеки имени Крупской. Автор Александр Соловьев над книгой работал полгода. Он описывает события, которые происходили в регионе в период с 1988 по 2004 годы. Чтобы восстановить хронологию, автор изучал материалы в Государственном архиве областной научной библиотеки, изучал публикации газет, общался с коллегами и близкими Анатолия Гужвина. На страницах книги можно почитать о том, о тех процессах, которые происходят и сегодня в Астраханской области. Это и о строительстве порта Аля, и о транспортном коридоре северо-юг, о взаимоотношениях с Каспийскими государствами, о статусе Каспии, о становлении новой демократической власти. Поэтому моя главная цель была, конечно, рассказать о том, что уже стало частью истории за последние 30 лет. На презентации книги работала выставка «Человек на все времена». В нее вошли фотоальбомы, литература, газетные вырезки, которые описывают жизнь первого губернатора Астраханской области. Многое из фонда областной библиотеки. Все это доступно для читателей. Сегодня в Астраханской области стартовала весенняя Путина. Ученые наблюдают ежегодное сокращение запасов водных биоресурсов. В Региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности предлагают вернуть для рыбодобывающих предприятий обязательства по спасению молодей рыбы из отшнурованных водоемов. Необходимо восполнять популяцию рыбы и создавать условия для их воспроизводства. Сейчас за рыбохозяйственную мелиорацию водных биоресурсов отвечает Территориальное управление Росрыболовства. Участие в работе рыбодобывающих предприятий носит заявительный характер. В 2016 году колхозы и рыбодобывающие предприятия выкашивали от водорослей более 20 тысяч гектаров водных объектов. Около 3 тысяч гектаров охватывал Каспийский филиал главрыбвод. В 2021 году предприятия не приняли участие в рыбохозяйственной мелиорации. Выкаширастительности составил лишь 4 тысячи гектаров. Это может привести к гибели популяции рыбы в регионе. В прошлом году в Астраханской области за весеннюю и осеннюю путину рыбаки-промысловики добыли более 43 тысяч тонн частяковой рыбы. Это на 3% больше, чем в 2020 году. По сравнению с показателями 10-летней давности промысловые запасы в облах и рыбы в целом уменьшаются. С 2010 года численность рыбодобывающих предприятий в Астраханской области систематически сокращается. Так, в 2010 году, как видно у нас со слайда, было 104 субъекта экономической деятельности. В 2021 осталось 54. Соответственно, сокращается и промысловый запас водных биологических ресурсов. Урожай круглый год. В Астраханской исправительной колонии номер 6 выращивают огурцы. С начала года собрали 100 килограммов овощей. Экспериментально посадили томаты, и первый урожай планируют собрать в середине февраля. Секреты овощепроизводства за колючей проволокой изучала Екатерина Голочина. Вот идеальные огурчики. Действительно 11 сантиметров. Больше 120 килограммов вот таких идеальных огурцов снимают осужденные трижды в неделю в сезон сбора урожая под присмотром сотрудников колонии и строго по распорядку. Здесь, в теплице, не замечают, как проходят дни. Для осужденных это шанс реализовать себя за то время, которое предстоит провести в заточении. Десять лет Низами Гусейнов познает азы овощеводства. Аграрному делу учился сам, по книгам. В первые годы было непросто, но сегодня даже рассаду Низами культивирует самостоятельно. Вы представляете семена? Вы представьте семена, какая маленькая? Вот ты ее начинаешь сажать, уже через 30-35 дней уже переурожай снимаешь. Самое интересное, как маленький дитёк, как ребёнок перед глазами растёт. Вы представляете на эти семена, сколько село? Когда уже переурожай снимаешь, думаешь, Господи, знаешь, не зря я всё трудился. На площади в 300 квадратных метров выращивают также лук и базилик. В этом году экспериментально посадили томаты. Овощи орошают по системе капельного полива. Несмотря на небольшие размеры, теплица хорошо плодоносит. Далеко не каждый фермер может похвастаться таким урожаем. Вот такой один куст может плодоносить более полугода. Только в прошлом году с теплицы было собрано больше 4,5 тонн огурцов. Вся продукция предназначена для учреждений регионального УФСИН. Все овощи взращивают естественным путём, без химических добавок. Ежедневно в теплице трудятся два человека. Они получают заработную плату, которую могут направить на погашение исков или отправить семье. На территории колонии также работают пекарня, деревообрабатывающие, швейные и колбасные цеха. Создание и теплицы, и вообще работа всей промышленной зоны в первую очередь. Это трудоустройство осужденных. То есть обязательное привлечение к труду осужденных. Это в первую очередь. Ну а дальнейшие пункты и задачи, конечно, есть и самообеспечение учреждений. И к этому идёт. Частично самообеспечение есть. То есть есть и заработные средства, есть и прибыль. Ну, пока не покрывает, но к этому как бы должны стремиться и стремимся. В этом году в планах тюремных аграриев собрать больше 5 тонн продукции. Вся она отправится на стол осужденных и сотрудников учреждений регионального УФСИН. Поставку овощей осуществляют и по госконтрактам. Местные овощеводы уверены, после освобождения такой агроопыт, несомненно, поможет найти себя и адаптироваться. Екатерина Колчина, Роман Черкашин, Центр новостей. И на этом у меня все новости к этому часу. Следите за обновлением на нашем сайте. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Астрохин 24. Субтитры подогнал «Симон»!